7 сентября на базе Волжского городского лицея открылся детский технопарк нового формата дополнительного образования под названием «Кванториум». Главной целью этой инициативы является освоение школьниками современных знаний и навыков по инженерно-техническим и естественно-научным направлениям. Работа «Кванториума», ребята, преследует прежде всего две цели. Конечно, это вовлечение вас в научную и в проектную деятельность, потому что то оборудование, которое мы получаем, оно стоит десятки миллионов рублей, оно очень дорогое, оно очень качественное, поэтому это возможность вам проявить себя прежде всего. Во-вторых, увеличить охват ребят, которые просто занимаются в системе дополнительного образования. Для меня очень отрадно, что мы открываем «Кванториумы» на базе школ, потому что это еще возможность использовать это оборудование просто на уроках. И вы станете флагманами, ну, наверное, вот в продвижении всего того нового, что есть сейчас в системе образования. На открытии «Кванториума» присутствовали министр образования Республики Мариэл, мэр Волжска, руководитель отдела образования города, генеральный директор Волжского электромеханического завода, представители высших учебных заведений и педагогический состав городского лицея. А что очень символично, начало работы технопарка было торжественно открыто при помощи нового четырехосевого роботизированного манипулятора, который по команде написал слово «Старт». «Старт там!» «Аплодисменты, друзья!» Благодаря федеральной программе было приобретено техническое оборудование для специализированного учебного процесса по разным направлениям, подготовлены кабинеты в современном стиле, тематически оформлены рабочие пространства и дополнительно обучены преподаватели для наивысшей степени качества работы с учениками. Вот такие вот лаборатории и по физиологии, и по экологии, микроскопы, которые расположены камерами и подключаются соответственно. Теперь только работа, учиться и работа. То есть вы можете проверить, например, какой воздухосвещенность, загазованность, да, да, все, что связано и с дыханием и так далее, даже жидкости, мутность раствора и так далее, здесь это все нам позволяет. Робототехника, 3D-моделирование, программирование, виртуальная и дополненная реальность, практические занятия при помощи нового оборудования по физике, химии и биологии дадут всем ученикам Кванториума массу полезной и нужной информации для дальнейшей самореализации выбранной будущей профессии. Мы увидели и 3D-моделирование, и построение роботов. То есть это все дает возможности для развития талантов наших ребят. Поэтому сегодня в республике делается, благодаря правительству, конечно же, благодаря главе республики Юрию Викторовичу Зайцеву, делается максимально возможное для того, чтобы прежде всего привлекать в республику федеральное финансирование. Потому что мы прекрасно понимаем, что все это стоит десятки миллионов рублей, а если мы говорим о центре одаренных детей, это почти 200 миллионов рублей. Это очень дорогостоящее оборудование, но все это преследует одну единственную цель – развитие детей республики с целью дальнейшего их образования и для продвижения экономики, для развития экономики региона в первую очередь. Городской лицей стал первым в Волжске образовательным учреждением, где реализовалась данная программа. И по словам министра образования Мариэл, со временем этот проект продолжится и в других волжских школах. В 2024 году мы планируем открыть в республике еще как минимум три кванториума, и один из них мы планируем открыть в городе Волжске. Свыше 21 миллиона было направлено на приобретение оснащения, 2 миллиона было направлено на ремонт помещения кванториума. Безусловно, нам очень материально помогла администрация города, наши спонсоры и партнеры. Благодаря во многом и им мы имеем вот такое замечательное помещение для наших детей. С Поволжским государственным технологическим университетом мы заключили договор о сетевом сотрудничестве в 2021 году. И именно для организации научных проектов, для организации летней профильной смены для одаренных детей, по естественно научному профилю тоже. Профессора, доценты, все специалисты политеха приезжают к нам и помогают нашим детям в проектной деятельности, в дополнительном образовании тоже по физике, химии, математике, биологии. Все это тоже для наших детей безвозмездно. Современные технологии диктуют необходимые условия для образования и взращивания новых умов, которые спустя какое-то время станут опорой и причиной развития городов, регионов, страны и всей планеты Земля. И вполне вероятно, что уже сейчас среди учеников кванториума есть будущий Циолковский, Королев или Курчатов. Еще прогрессивное мышление позволило всему миру убедиться, что великий ум творит наше настоящее и светлое будущее. Субтитры создавал DimaTorzok